Краснодарский край не только очень популярен в нашей стране как место для прекрасного отдыха, но и на постоянное место жительства. Сюда стремятся приехать люди самых разных национальностей из ближнего и дальнего зарубежья. И всем им находится здесь место. Кубань – это общий и гостеприимный дом для всех своих жителей. И чтобы это всегда было именно так, нужно серьезно работать. Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур» был создан еще в 1992 году и объединяет сейчас 32 национально-культурных организации, которые участвуют во всех сферах общественной деятельности города и края. «Центр национальных культур» провел в нашем городе круглый стол по вопросам социально-культурной адаптации мигрантов на территории Краснодарского края. Участников мероприятия приветствовал заместитель главы Славянского района Александр Заволоков. Меняется жизнь, меняется ситуация. И для того, чтобы мы с вами более плотно и более тесно могли между собой взаимодействовать, считаю, что данные круглые столы должны быть на территории каждого района. Расширите от имени главы администрации. Поприветствую здесь вас на нашей Славянской земле. Начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Сергей Мозговой в своем выступлении отметил, что на Кубани миграция впечатляет своими цифрами. Это миграция внутренняя, внешняя, не только из других стран, но и из других регионов Российской Федерации. Из Центрального округа, из Северного Кавказа, из Сибири, Дальнего Востока. Ну и это налагает на нас определенные обязанности, потому что приезжают люди, зачастую они не знают менталитет Кубани и кубанцев, потому что наш регион издревле был многонациональный. Избежать конфликтов возможно благодаря взвешенной политике и вдумчивой работе поединению всех кубанцев, независимо от их национальности. Наша задача сохранять этот мир и согласие. И те люди, которые приезжают сюда, мы должны помогать им здесь, коннектироваться в наше общество и объяснять, как мы здесь живем, нашему укладу учить, но и в то же время учить, как нужно жить в мире и согласии. Опытом в сфере гармонизации межнациональных отношений поделились председатели краевых общественных организаций, а также представители обществ, предприятий и всех заинтересованных служб из Славянского района. Им было что рассказать друг другу, ведь национальные особенности не причина для разногласий и тем более конфликтных ситуаций. Межнациональное согласие актуально во все времена. От того, насколько доброжелательны будут друг другу представители разных культур и народов, во многом зависит процветание Кубани в целом. И опыт нашего района свидетельствует о том, что всегда можно и нужно находить общий язык для того, чтобы всем вместе благополучно жить и работать на Кубанской земле. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.